Пока строгие судебные приставы не заметили, Ильдар Дадин успевает сказать пару слов своей жене Анастасии Зотовой. Разговаривать в перерыве суда им вообще-то нельзя. Это второе, хоть и виртуальное свидание Ильдара и Анастасии, после того, как его посадили в тюрьму в декабре прошлого года. Во время первого пара сыграла свадьбу в московском СИЗО. Теперь Анастасия сможет получать редкие свидания со своим законным мужем. Стояли, пообнимались, потом его увели. На слушаниях в Мосгорсуде, где рассматривали апелляцию по делу оппозиционера, сам Дадин сказал, я здесь не участник процесса, я просто зритель, смотрю на вас в телевизоре. Активиста не привезли в зал заседаний, хотя защита просила об этом. А еще просила о ведении аудиозаписи, привлечении супруги в качестве защитника, еще много о чем. На все судья Наталья Борисова отвечала отказом. Несмотря на это, у тех, кто пришел поддержать Дадину в этот день, были большие надежды. Многие строили версии, думали, что именно поэтому сюда не привезли Ильдара Дадина, именно поэтому он выступал по видеоконференции, но чтобы не создавать здесь митинг. Люди ждали, что Дадина отпустят, однако судья по истечении сегодняшнего дня приняла абсолютно иное решение. Снизить ему по статье 212 прим 1 УК РФ наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Право применительной практики по делу Дадина как таковой нет. Он первый и единственный, кого осудили по новой статье 212 часть 1 «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия». За отмену этой статьи уже стартовала кампания. «Это статья антиконституционная, и мы будем добиваться того, чтобы ее отменяли, потому что по ней может сесть, в принципе, на самом деле каждый человек. Если посмотреть практику правоприменения по статье 20.2 КУАПОС, которая формируется в 211 прим 1, то можно увидеть, что там штрафуют людей, которые кормили голубей, рисовали на Арбате картины и просто как бы собирались на улице больше двух». Для Дадина суд стал возможностью высказаться. Оппозиционер в общей сложности несколько часов, не стесняясь выражений, говорил о несправедливости судебной системы, о произволе полиции, о нарушениях прав граждан. После такого эмоционального и довольно резкого выступления даже прославленному адвокату Генре Резнику не удалось убедить судью радикально смягчить вердикт. «Наш подзащитный, он не очень помогал в защите стремления все-таки порушить этот приговор». Теперь Дадин ждет этапирование на зону. Ему и его адвокатам остается надеяться на успех только в Верховном суде. Дмитрий Иловский. Настоящее время. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова